Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Сегодня у нас на распаковке, на первом впечатлении Xiaomi Mi Note 3. Вот он, друзья! Да, на данный смартфон я делал презентацию. Я очень сильно его хейтил, потому что данный смартфон представили с ценником 385 баксов за версию 6.64. И 450 почти долларов за версию 6.128, друзья. Сейчас у меня топовая версия, черная, 6.128. Я ее купил за 370 баксов. За 370 баксов, но сейчас на сайте GearBest можно купить за 360. Круто! Конечно же. Да, компания Xiaomi подумала и решила, что зачем выпускать смартфон, который хуже, чем Mi 6 по процессору, но стоит так же или даже дороже, друзья. Поэтому ниже стоимость это круто. Учитывая, что версия 6.64 можно купить за 320-330. И это хорошее предложение. Тем более, уже вышла версия 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной и за это просят 300 баксов. На Snapdragon 660 с офигенными камерами, которые такие же, как в Mi 6, но фронталочка там покруче. Да, тут на 16 негапикселей, а в Mi 6 на 8. Как по мне, это очень крутое предложение, учитывая, что дисплей 5.5 гимов, Full HD батарея 3.5. Ну что, друзья, давайте откроем, посмотрим и сделаем небольшое сравнение габаритов Xiaomi Mi Note 3 и Xiaomi Mi Note 2. Ладно, поехали. Ну что, давайте откроем и посмотрим на этот смартфончик. Также у меня здесь гора аксессуаров. Все это мы тоже посмотрим. Запаковали хорошо, доехало за 10 дней. Итак, у нас здесь воздушная есть упаковочка, поэтому открываем аккуратно. Она мне нужна, еще пригодится. Так, хорошенько все открываем, смотрим. Знаете, друзья, я подумываю оставить себе данный смартфон. Ну не знаю, посмотрим, как он себе покажет, будет ли он моим основным или же нет. Так, хорошо. Есть у нас, ох, как это было громко, есть у нас переходничок. Вот такой вот самый обычный, дешманский, пускай стоит. И вот она, бронетранспортерная упаковочка. Ух ты, е-мое, смартфончик у нас из завода, пленочка, все, ух. Да, красота, люблю смартфончики, которые запакованы полностью из завода. Да, пленочка, все очень круто. Такая черная, ну, знаете, не особо премиальная упаковка, хотя в Mi Note 2 тоже ничего особенного. Белая упаковка, давайте, кстати, можем на нее посмотреть. И вот она, белая обычная упаковка, ничего, так сказать, нет. Да, характеристики, хотя смартфон тоже не дешевый. Ладно, хорошо, хватит болтать. Ух, давайте откроем, сделаем такой надрезик красивенький, как я люблю. Снимем эту пленку. Да, у нас здесь прошивка китайская и английская, все это дела, это понятно. Мы это все поправим. Хорошо, момент истины. Как-то, блин, очень легко снимается. Ну, ладно. А смартфон где? Нету смартфона, китайцы, вы что, издеваетесь? Здесь какая-то надпись, она мне очень интересная, спасибо, но нет. Ладно, друзья, вот он, красавец, пускай. Ага, понятно, у нас здесь силиконовый чехол, такой же, как был в Mi 6, обычный, но хороший. Он мне понравился, классный чехол, то есть на первое время то, что надо. Хорошо, на халяву, так сказать, друзья. Ну, аккуратно нужно все это убрать. Так, дальше. Есть у нас Minot 3, книженция. Ух, тут и скрепка есть, инструкция, все эти дела. У нас же тут не просто смартфон, а Minot 3, е-мое. Да, у нас же также есть разблокировка по лицу. Тут сразу же нам показывают, что все круто. Да, конечно, китайцы молодцы, но как доставать смартфон? Да, обычным методом колхозным. Па-бам! Вместе, ну, все, вылетело, ну, понятное дело. Ой, китайцы, китайцы, вы, конечно, молодцы. Так, у нас здесь переходник на наушники, потому что разъема у нас нет. Джека 3.5 USB Type-C. Быстрая зарядка у нас Quick Charge 3.0, все эти дела. И все, черный смартфон, а тут у нас все белое. Да, конечно, китайцы, да. Да, ладно, хорошо, давайте это все мы закроем. Вот так вот и в сторонку. И будем смотреть. Итак, друзья, вот он, красавец, смартфон. 5,5 дюйма, но, знаете, он компактный, если честно. Я думал, он будет побольше. Да, рама у нас алюминиевая. Если в Mi 6 рама у нас стальная, все круто, но краска быстро обдиралась, то здесь у нас алюминий. Он даже чувствуется, он по весу, наверное, такой же, хотя он побольше, чем Mi 6. Кнопочка, все хорошо. Так, давайте снимем эту пленочку красивую. Таешки-матрешки. Так, снимаем пленочку. Красавец, конечно, красивый смартфон. Тут нечего сказать, друзья. Итак, давайте сзади снимем пленочку. У нас здесь стекло, как бы 3D. Ну, блин, дизайн Mi 6, а тут больше нечего сказать. Да, пленку, как всегда, очень трудно снять. Да, красавец. Ух, да. Да, вылитый Mi 6. Так, пленочку эту тоже нужно снять. Она тоже снимается не очень. И вот они, камеры, которые не выпирают и снимают хорошо. Так, давайте сразу посмотрим. Посмотрим, вот наши кнопочки. Все выполнено хорошо. Так, зазоров нет. Классно, молодцы. Кнопки не болтаются вообще. Ух, как влитые. Мне нравится, классно. Итак, давайте сравним габариты. Meizu M6 Note. У которого дисплей, кстати, тоже 5,5 дюйма. И да, Mi Note 3 компактнее. Вот реально он компактнее. Да, он не супер тонкий, но он реально покомпактнее. Итак, Mi Note 2 с AMOLED, точнее с OLED дисплеем. Вот он, да. Ну, в принципе, это неплохо. Хотя в минуту втором у нас дисплей 5,7 дюйма. Давайте посмотрим. А здесь 5,5. Обычный IPS. Ну, стекло у нас здесь. Все, конечно, красиво переливается. И для сравнения у меня есть безрамочный смартфон. Maygoo S8. У которого диагональ 6,1 дюйма. А здесь 5,5 дюйма. Видите, разница есть, но небольшая. Но, конечно, Maygoo толстовать такой пухлыш, если честно. Но как-то вот так все смотрится. Ладно, давайте запустим. Ну, мне нравится смартфон. Он такой удобненький. Так, давайте, друзья, посмотрим на наши аксессуары. Что у нас здесь есть? Итак, стекло Moffy. Да, фирменное на сайте Алиэкспресс заказывал. Стоит 7 баксов. Кстати, кому интересно, ссылочка будет в описании. Вот такое вот обычное, в принципе, стекло с хорошей олеофобкой. Олеофобка нормальная. Претензий нет. Кому будет интересно, можете перейти и заказать, если у вас Mi Note 3. Так, хорошо, смартфон, кстати, быстро запустился. Это первое стекло. Это стекло Dishman. За 3 бакса на сайте Gearbest заказывал. Давайте посмотрим. Оно, по сути, такое же. О, точнее. Кстати, знаете, здесь тоже олеофобка нормальная. Хотя 3 бакса. Неплохо. Реально, неплохо. Итак, все это. Аклатурка. Ну, и самое главное, друзья, это фирменный, фирменный чехол Xiaomi. Да, на Mi Note 3. Давайте посмотрим. Вот он, силиконовый, но необычный. Необычный, друзья. Это жесткий такой силикон. У нас здесь, ух, такая вот подкладочка мягкая. То есть, смартфон не будет царапаться. Все прикольно. Ну, кстати, блин, он стоит 10 баксов. Заказывал на сайте Gearbest тоже. Давайте приоденем и посмотрим. Так. Ну, как-то вот так вот все смотрится. Неплохо, да? Мне нравится. Он мягкий. Такой кнопки хорошо нажимаются. Давайте сразу так и продолжим. MIUI 8. Ну, ладно, это нужно все пропустить. И продолжим. Настроил я наше чудо. И знаете, ощущение, как будто это Mi 6. Вот реально, только чуть больше. Небольшие рамки. Работает классно. Офигенное олеофобное покрытие. То есть, претензий, конечно же, нет. Работает шикарный дисплей. У нас минимальная яркость, ну, очень классная. И максимальная тоже, кстати, неплохая. Работает все шустро, быстро. Смартфон очень быстро включился. Итак, да, яркость, конечно, здесь запредельная. Давайте чуть ниже поставим. Да, прошивочка у нас китайская. Как видите, тут, ну, понятное дело. Android у нас 7.1.1. 8.5. Все дела. 6 гигабайт оперативной памяти. 128 встроенной и доступной. И 113 гигабайт. Да, друзья, памяти, конечно же, здесь очень-очень дофига. Классная, приятная вибрация. Мне нравится. Конечно же, это не бюджетный телефон, где, блин, все. Да, вибрация ужасная. Здесь все нормально. 6 гигабайт оперативной памяти. Камера здесь. Фронталочка сразу же бросается в глаза. Да, и основная камера хорошая. Ну, и фронталочка, друзья, зацените, да? Да, фронталка здесь классная. Ух, нифига себе. Засвет какой офигенный. Можно сфоткаться. Чист. И посмотреть, знаете, очень даже неплохо. Конечно, все засветило. Новая детализация. Даже на объективе все видно у меня, что написано. Да, детализация, конечно, фронталочки шикарная. 16 мегапикселей, да. Также у нас есть типа Face ID. Все это будем проверять. Конечно же, накатим нормальную прошивочку, друзья. И посмотрим, что, как вообще здесь работает. Итак, давайте ради интереса проверим звук. У нас же здесь должен быть стерео, как в Mi 6. Так. Куча, как всегда, непонятной штукенции. Все на китайском. И так, слушаем. Ну. Ай. Довольно-таки громкий. Оно еще не нравится, кстати. Да, здесь у нас как в Mi 6, то есть типа стерео. У нас разговорный динамик и основной динамик. Ну, неплохо, конечно. Первое впечатление. Да, это просто Mi 6, только больше. А по весу почти то же самое. Я бы не сказал, что он тяжелее. Он даже, мне кажется, легче. Потому что Mi 6 реально был такой тяжеленький смартфончик. Но сидит, конечно, классно. Да, мне нравится. Мне Mi 6 очень сильно нравился. Но пришлось его продать. Конечно, Mi Note 3. Да, неплохо, конечно. Хотелось бы уже безрамочность. Но и так сойдет. Ну что, друзья. Сегодня у нас на распаковке был Xiaomi Mi Note 3. Вот он, красавчик такой. Это вылитый Mi 6. Только на стероидах он немножко вырос. Но стал слабее. Да, процессор, конечно, здесь Snapdragon 835 и Snapdragon 660. Но, учитывая, как сейчас офигенно падает стоимость на данный смартфон, то это хорошее решение. Тем более, мне кажется, не за горами. Версия 664 за 300 баксов. А и то дешевле. Версия будет 64 где-то за 270-280. И, как по мне, конкурентов очень мало. Но пока что, конечно, единственный конкурент, как по мне, это Xiaomi Mi Note 2. Вот он, друзья, смартфончик, который можно купить за 300 баксов. И у него тоже классные характеристики. Snapdragon 821, который тянет все. Вот действительно тянет все. Батарея на 4000 плюс быстрая зарядка работает очень долго, друзья. OLED-дисплей, да, есть свои плюсы, есть свои минусы. И неплохие камеры. То есть, я думаю, вы поняли, что я намекаю на то, что я буду делать сравнение двух этих смартфонов. То есть, мы узнаем, что лучше купить. Xiaomi Mi Note 3, новинку, или же старенький проверенный Mi Note 2. Потому что стоимость, скажем так, плюс-минус одинаковая. Будет в последнее время, так сказать, Mi Note 3 дешеветь. А Mi Note, в принципе, 2 особо уже, я думаю, дешеветь не будет. Потому что 300 баксов, это офигенная стоимость. Тем более, его продают только на сайте Gearbest за 300 баксов. На сайте AliExpress за 330-340 баксов. Mi Note 2, как по мне, это очень дорого за данный смартфон. В любом случае, будем сравнивать два этих смартфона и посмотрим, какой круче. Ну и, понятное дело, у нас будет полноценный обзор на Mi Note 3. Потому что мне нравится данный смартфон. И ценовая политика сейчас хорошая. Так что, друзья, ссылка будет в описании. Ну а с вами был Димон, канал Всекитай. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok